МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 25 января, понедельник, на часах 19.09 в Якутске. Это значит, что в прямом эфире вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. В прямом эфире, как всегда, мы принимаем ваши звонки. По номеру, который вы видите на своих экранах, 35 33 10. Как всегда, мы рады любому интерактивному общению с вами. Сегодня наш гость, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Александр Соловьев. Александр Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Цитата. Для России с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур «Национальный вопрос без всякого преувеличения носит фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие». Это тема нашей программы «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике». А цитата принадлежит Владимиру Путину, датируется 12-м годом, январем, в статье «Россия. Национальный вопрос». Так как вы бы оценили сегодняшнюю ситуацию в межнациональных и межконфессиональных отношениях в Республике? Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, вообще вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений во всем мире, они чрезвычайно актуальны. И, собственно, они лежат в основе государственной безопасности Российской Федерации. Вы видите те конфликты, которые на сегодняшний день происходят как в Ближнем Востоке, в Среднем Востоке, в странах Африки. И последние события в Сирии показывают о том, что конфликты на межконфессиональной почве, они, собственно, привели вот такой полномасштабной войне. И надо сказать о том, что с учетом того, что в нашей Республике проживает порядка 130 народов и народностей, конечно же, руководством Республики уделяется очень много внимания этим вопросам. Вы знаете о том, что у нас на сегодняшний день, если говорить в целом, цифру я уже помянул, но вот если говорить по раскладу, это 5 национально-культурных автономий, это у нас 13 казачьих обществ, это у нас 148 точевых родовых общин коренных молоческих народов Севера, это у нас 145 религиозных организаций и порядка 50 некоммерческих организаций, которые созданы по национально-культурному признаку. Конечно, этот вопрос актуален как для Российской Федерации, так и для нас. Мы знаем, что в связи с ликвидацией Министерства по региональному развитию Российской Федерации было создано специально федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации. Для чего создано это агентство? Прежде всего, для мониторинга тех междунациональных отношений, которые складываются сегодня на территории России. И у нас в республике в целях международной координации Департамент по делам народов Республики Сахая-Котия был преобразован в Государственный комитет по национальной политике. Полномочий прибавилось? Полномочий прибавилось. Это прежде всего межведомственное взаимодействие по таким вопросам, например, как территория традиционных природопользований, вопросы этнологической экспертизы и так далее. И надо сказать о том, что если оценивать в целом ситуацию... Да, какова она? Какова, значит, ну у нас, значит, ФСО России совсем недавно проводило исследование. Значит, у нас порядка 71% достаточно положительно, хорошо или очень хорошо оценивают ситуацию, значит, в межнациональных отношениях. Но мы в мае месяце провели свое собственное исследование. Вот там цифра немножко поменьше. Там порядка 62%, которые говорят о том, что как в БТУ, так и в коллективе у нас отношения складываются достаточно толерантно. И, безусловно, вот такая картина говорит о том, что принимаемые меры, они достаточно эффективны. И, значит, у нас ситуация на сегодняшний день очень стабильная. А как другие респонденты, соответственно, отвечали на этот вопрос? Много ли было? Ну, если на скидку помните, может быть, да? Там не знаю, например, или никак не оцениваю? Нет, практически не знаю, никто не ответил. В основном, конечно, вот, ну, скажем, респонденты, которые отрицательно оценили межнациональные отношения, это вот на бытовом уровне. На бытовом уровне. А в коллективе, в семье, значит, большая часть ответила достаточно положительно. Поэтому, конечно же, здесь у нас еще и вопросы, значит, которые будут связаны с приезжающими иммигрантами. Вот это... Сейчас мы к ним подойдем. Да, хорошо. Какие вопросы не обойдемся без этого. В целом, ситуация у нас достаточно стабильная. Александр Юрьевич, как осуществляется государственное управление в сфере национальной политики в республике? Ну, тратятся деньги, выделяются гранты. Да, тратятся деньги. Ну, начнем с того, что, вот, как я уже сказал, создан государственный комитет по национальной политике. Но у нас, помимо этого, существует еще ряд общественных формирований и общественных советов. Ну, например, совет по вопросам религиозных организаций при главе. Совет по вопросам казачества. Совет по, значит, вопросам коренных малочисленных народов севера. Ну, и так далее. То есть у нас, значит, общий объем финансирования на сегодняшний день, вот, за 15-й год, я говорю, за прошедший год, составил порядка 158 миллионов рублей. Это весь комплекс мер, все вопросы. Потому что, значит, мы получили еще и федеральные субсидии на поддержку вот межнациональных, межконфессиональных отношений. Надо сказать о том, что мы получили порядка, ну, если по совокупности брать, более 50 миллионов рублей, плюс еще и с федерального бюджета, для того, чтобы мы могли реализовывать федеральную целевую программу укрепления российской нации. Это целый комплекс и спектр вопросов. У нас есть план соответствующий, да, который был разработан по реализации государственной национальной стратегии Российской Федерации. Это, как бы, стратегия принята, если не ошибаюсь, до 20-го года. До 20-го года. И надо сказать о том, что по оценке ФДН у нас в республике принята практически вся нормативно-правая база, которая направлена на работу вот по данным вопросам. То есть коллеги наши достаточно высоко оценивают деятельность республики в этом плане. Ну и, значит, намечен еще ряд мероприятий, потому что, если говорить о том, что у нас нет проблем, это будет неправильно. Проблемы есть на самом деле. Значит, ну вот, соответственно, не только вот по нашей государственной программе эти деньги предусмотрены, они еще заложены в других государственных программах. Ну, например, отдых и оздоровление детей, которые предусмотрены, например, отдых ребятишек из представителей коренных молочистских народов Севера в летнее время. Значит, ну, соответственно, госпрограмма по предупреждению профилактики правонарушений, в котором есть подпрограмма, это предупреждение экстремизма, терроризма, значит, на территории Республики Саха-Якутия. Ну и, собственно говоря, значит, в программе развития образования, в котором достаточно большие средства заложены на издание учебников, подготовку учителей для представителей КМНС и так далее. То есть, весь комплекс мер, которые необходимы, мы реализуем. А каким образом, вот скажите, пожалуйста, каким образом можно предупреждать экстремизм? Это просто воспитательная какая-то функция, да? Это что? Это в большей степени имеет отношение к правоохранительным органам, вот этот момент. Ну, вопрос, конечно, очень такой хороший, да? Дело в том, что... Ну, наверное, все вместе, там, в целом. Да, по совокупности, да. Надо сказать о том, что если появляется, допустим, в той же сети интернет, допустим, высказывание экстремистского характера, который призывает к разжиганию межнациональной розни, конечно же, правоохранительные органы это мониторят и возбуждаются уголовные дела. Ну, это сразу же должно происходить, естественно. Да, это должно быть сразу происходить, но, значит, в нашем понимании это должна быть прежде всего профилактика. То есть, это предупреждение, потому что мы с ранних лет, там, с младенчества, нашим детям должны объяснять, что мы живем в большой многонациональной семье, и нужно с уважением относиться к представителям других национальностей, к их культуре, к языку, к традициям, к их обычаям. Это, собственно говоря, вот, если говорить сухим языком статистики, у нас в 2014 году, значит, возбудили порядка шести уголовных дел, по данным признакам. В 2015 году, значит, было изъято 10 экстремистских материалов, и, соответственно, возбуждено 3 уголовных дела. Но вот в 2016 году, это уже эхо 2015 года, буквально вот 25 января у нас гражданин нашей республики был осужден на 5 лет за разжигание междунациональной розы, причем от соблевания в колонии строгого режима. Я ни в коем случае не хочу пугать, я просто говорю о том, что если будет такое высказывание, соответственно, и будет реакция. Моментальная реакция. Моментальная реакция нашего общества. Вы упомянули о том, что, в общем-то, есть проблемы на самом деле. Вот каковы вот эти вот проблемы нашего времени, ну, в той теме, о которой мы сегодня говорим? Ну, помимо, вот, мы уже начали об этом говорить, да, предупреждение экстремизма, это как профилактика, безусловно. Какие еще проблемы? Миграция. Миграция, да. Значит, ну, вам, наверное, известно о том, что в республику пребывает достаточно большое количество мигрантов, причем сезонных рабочих. В связи с измененным законодательством Российской Федерации, у нас мигранты сейчас обязаны сдавать экзамен на знание русского языка, как языка международного общения, но и, собственно, на знание истории Российской Федерации. У нас создано несколько таких центров, базовый у нас является центр при Северо-Восточном федеральном университете, который занимается, вот, собственно, подготовкой и приемом экзаменов. И мы считаем, что это, ну, как бы необходимая мера для того, чтобы люди, которые приезжают на территорию России, ну, в том числе и как субъекторы республики Саха-Якутия, знали русский язык, значит, и, соответственно, вели себя соответствующим образом. Мы работаем в этом плане еще с представителями наших диаспор, которые вот кыргызская. В тех республиках прямо или... Да, мы, я говорю только про республики Саха-Якутия. Тургейская, узбекская, значит, казахская, то есть с теми диаспорами, которые являются, ну, как бы представителями и живущими здесь давно и оседло, но вот для того, чтобы помочь адаптироваться, значит, людям, которые приезжают на территорию республики, значит, соответственным образом мы вот с ними взаимодействуем. Это, кстати, дает достаточно хорошие результаты, потому что, значит, они объясняют о том, что со своими законами в чужий монастырь доходят, да? Да, да, абсолютно. То есть вы приехали на территорию другого субъекта, а тем паче вот республика... Будьте добры. Да, будьте добры, как бы, соответствовать. Вот, ну и, конечно же, значит, есть у нас определенного характера беспокойства, это касательно, значит, вовлечения молодежи, да, вот, скажем, вот как раз вот по вопросам межнациональных, межрелигиозных отношений, потому что, может быть, это не по недонепониманию, а, значит, начитавшись там всевозможных статей в интернете, значит, появляются там у отдельных представителей, там, скажем, имперские амбиции, да, вот, тоже, соответственно, мы работаем, потому что на сегодняшний день мы с большим чувством удовлетворения говорим о том, что у нас нормальные взаимоотношения в республике, и мы всегда будем стараться их сохранять. Вот как раз вот сейчас об этом и поговорим, о том, об имперских амбициях. Цитата из одного блога одной известной радиостанции, вчера появившейся. «Чем быстрее будет углубляться кризис, тем заметнее станет рост националистических настроений в российском обществе. В этом мы не уникальны, это исторически оформившаяся причинно-следственная связь, и так уже происходит». Ну, до того, как прочитаю вторую цитату, так уже происходит, или вопрос будет касаться вот чего, вот этим вот разыгрыванию национальной карты, ожидаете ли вы его там, может быть, в год выборов, кстати говоря, в год непростой экономической ситуации. Вторая цитата из Владимира Путина. «Системные проблемы общества очень часто находят выход именно в форме межнациональной напряженности». О том же самом фактически. Ну, знаете, я бы вот не склонен к тому, чтобы вот цитату из одной известной радиостанции, да, как матрицу накладывать на территорию республики Саха-Якутия, потому что, ну, почти, ну, я 378 лет, да, мы живем в мире согласии. И, значит, у нас сформировалась, может быть, ну, скажем так, в моем понимании такая общность, как якутяне, потому что условия севера накладывают определенный отпечаток на вообще характер, на жизнь людей. И если человек видит, что по трассе замерзла машина, и он всегда остановится, всегда поможет, всегда обогреет, накормит и увезет там, куда надо и так далее, всегда окажет помощь. Конечно, мы понимаем, что сейчас вот все больше и больше у нас, как бы, вот таких вещей возникает, но мы не склонны драматизировать ситуацию, потому что... Ну и слава богу. Это единицы, да, единичные случаи, они не приобретают массовый характер. Ну, может быть, когда люди, приезжающие из другой страны, не уважают наши обычаи и законы, это может послужить там, ну, скажем, какие-то протестные акции, это в 12-м году у нас было, но, значит, мы, как говорится, с честью и достоинством для той и другой стороны, мы вышли из этой конфликтной ситуации, мы объяснили всем о том, что вот именно такими экстремистскими методами вопросы не решаются. Вопросы решаются всегда путем переговоров, и это наше такое глубокое убеждение. Давайте о конструктиве. А меры поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера, чему тоже удивляется огромное внимание? Да. Ну, надо сказать о том, что вот... Ведь, значит, вопросы, значит, вот поддержки коренных малочисленных народов, они всегда стояли как бы во главе угла, да. Вы знаете, что у нас представители, пять представителей коренных малочисленных народов, это Вены, Венки, Чукчевика, Геры и Далгани. Сказать о том, что... Ну, мы их поддерживаем, значит, ничего не сказать, потому что этому вопросу уделяется очень большое, колоссальное внимание. И, собственно говоря, например, только лишь на их более, скажем так, семидесяти, да, вот таких представителей, значит, ну, скажем так, некоммерческих организаций, которые работают вот по поддержке национально-культурных объединений нашей, значит, выделяются достаточно большие средства на поддержку коренных малочисленных народов. Причем эти средства заложены как в отдельной программе, госпрограмме, которую поддерживает у нас Госкомитет по национальной политике, так и в ряде целевых программ республики, значит, я просто скажу о том, что, значит, в нашем вот, в прошлом году, в нашем 25, значит, НКО, которые вот коренных малочисленных народов было выделено ну, около 13, там, 12,9, если быть точнее, миллионов рублей. И плюс на субсидии на, значит, материально-техническое обеспечение, значит, вот, значит, общин коренных малочисленных народов мы выделили порядка 19,3 миллиона рублей. Плюс, значит, мы же ведь очень четко понимаем, значит, мы оказываем поддержку при проведении всевозможных национальных праздников. Это вот то, что идет, значит, соответственно, у нас Сагалган, Сальпаль, это Корея, да, Сагалган, это у нас монголы-буряты, Шаганд, это тувины, значит, Наурыс, Бакалдын и Виннек и так далее, и так далее. Полминуты осталось, время пролетело. Да, время пролетело, но я бы говорить мог бы еще много, очень долго. Но приходится прощаться. Напоминаю, дорогие друзья, что в гостях у нас был заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Александр Соловьев. Смотрите нас завтра в 19.15. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.